МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Квадратные метры» на телеканале ОТВ. В этом выпуске мы расскажем о подъеме в угольной отрасли региона. Несмотря на газификацию Сахалинской области, объемы добычи твердого топлива уже обогнали высшие показатели советского времени. И останавливаться на достигнутом островные угольщики не собираются. Смотрите прямо сейчас программу «Квадратные метры». На Солнцевском разрезе, крупнейшем на Дальнем Востоке, кипит работа. Площадь территории настолько велика, что квадрокоптер с высоты 500 метров не смог охватить ее видоискателем полностью. Десятки карьерных самосвалов, груженные породой и углем, снуют повсеместно. С высоты птичьего полета они кажутся совсем небольшими, но вблизи размеры этих гигантов поражают. Кузов самого крупного «Белаза» вмещает 220 тонн груза. Игорь Гончаров работает водителем около 15 лет. Рассказывает, что парк машин только за последние несколько лет изменился кардинально. Новая техника поступает стабильно каждый год. В 2013-м на предприятии работало около 600 человек и небольшое количество малогабаритной техники. Сейчас горную породу загребает ковш объемом 23 кубометра. Большинство специалистов в разрезе – местные жители. Средняя зарплата – порядка 80 тысяч рублей. У водителей карьерных самосвалов она от 120 до 200 тысяч. На сегодняшний день у нас трудится 1050 человек. Если поглядеть, как же складывается это число, сколько приезжих, сколько местных, примерно пропорция составляет 75 на 25. Соответственно, 25 – это приезжие, 75 – это местное население. Солнцевское буроугольное месторождение в Углегорском районе Сахалинской области было открыто в 80-х годах прошлого века и сразу было признано самым перспективным на острове. Однако долгое время раскрыть его потенциал не удавалось. Например, с 1987 года по 2003 в совокупности было добыто менее 4,5 миллионов тонн угля. В последующие годы добыча также была невелика. Ситуация начала меняться с 2011 года, когда было принято решение на базе Солнцевского разреза и Шахтерского морского порта создать высокотехнологичное и передовое производство. Для этого Восточная горнорудная компания запустила масштабную программу переоснащения. К концу прошлого года на вооружении разреза состояло более 150 единиц самого передового в регионе горнодобывающего транспорта. В 2019-м парк техники планируется увеличить до более чем 200 единиц. Большая часть новой техники уже введена в работу. И в первую очередь флагманский экскаватор, который изготовлен в Екатеринбурге по специальному заказу Восточной горнорудной компании. Он стал первым на Сахалине российским экскаватором нового поколения. А в географии поставок завода Углегорский район стал самой дальней точкой. Работники разреза называют новый экскаватор машиной-гигантом. Его высота 18 метров, ширина более 30 и вес 750 тонн. Сегодня это самая габаритная карьерная техника на Сахалине. Экскаваторы стали крупнее, экскаваторы стали более производительные. Потому что в 2013 году самая большая машина была представлена маркой Липхер. И объем ковша составлял 15 кубов. Предприятие поставило перед собой задачу – это увеличение объемов. Конечно же, увеличение объемов без покупки более производительного, более мощного оборудования невозможно. На сегодняшний день у нас на предприятии работает уже 7 22-х кубовых экскаваторов. И с ними в комплексе 220-е белазы. Благодаря инвестициям объемы добычи не просто возросли, они увеличиваются постоянно. В прошлом году угольщики почти в два раза обогдали показатели советского периода. Если в советский период времени максимальные показатели достигли около 6 миллионов тонн, добывали. Это у нас было несколько объединений, более 11 шахт. То на сегодняшний день, в 2018 году, добыча угля составила более 10,5 миллионов тонн. И в этом году стоит планка около порядка 13 миллионов тонн. Потребность мирового рынка, особенно азиатского рынка, стабильно растет. Спрос очень высокий, потому что сахаринские угли достаточно качественные. Поэтому спрос на них очень высокий. Это, в принципе, этот спрос и обуславливает то, что сегодня стабильно растет уровень добычи угля. Предприятие все больше и больше автоматизируется. В диспетчерской специалисты наблюдают за работой всего разреза в реальном времени. С помощью специальных программ. Марина Ларшина должна контролировать процесс загрузки самосвалов. Рассказывает, что раньше она была, что называется, слепа. Информация от водителей-экскаваторов приходила по рации. Показатели нужно было заносить в журнал. Сейчас девушка сама видит на экранах весь процесс своими глазами. И может тут же направить работу в нужное русло. У меня сейчас больше времени появилось наблюдать за простоями техники. Где-то я больше уже могу контролировать, смотреть, где техника простаивает, не простаивает. Допустим, по тем же автосамосвалов, под одним из ли экскаваторов там много стоят. Я уже могу это контролировать и эти машины перегнать, где, допустим, экскаватор стоит без машин. Где, ну, чтобы не было простоев техники, получается. И, ну, производительность работы, конечно, чтобы улучшалась. На сегодняшний день все предприятия угольной отрасли стараются работать по-новому. Закупается самая современная техника, обновляется оборудование. Иначе нельзя. Работа на старых машинах делает добычу неконкурентно способной. Все предприятия сегодня очень много денег кладут в это техническое перевооружение. Ну, это понятно, что покупка большегрузной техники, высокопроизведительных экскаваторов, это понятно. Вот, помимо этого, например, компания «Горняк», они построили обогатительную фабрику в Смирныховском районе, чтобы повысить качество угля, соответственно, и ценовые, и иные характеристики. Большая производственная программа у компании, у Восточно-Горнорудной компании. Это значит, что в этом году начнется спроектирование строительства конвейера, то есть с солнцевоугольного разреза до порта «Шахтерск». В порте «Шахтерск» тоже идет модернизация самого портового хозяйства. Отгрузка угля в порту «Шахтерск» осуществляется по уникальной для России технологии – на бескрановые суда с использованием плавучих перегружателей. Для доставки угля на рейд используется собственный флот судов, часть которого построена специально для Сахалина. Всего на вооружении у предприятия 25 таких судов. Хотя еще пять лет назад порт представлял собой не самое привлекательное зрелище. Изменения огромнейшие, конечно. В 2013 году здесь на входе только висела лампочка Ильича. Абсолютно все было темно, все было страшно. Наша мощность тогда порта до нашего прихода, как с дивидорной компанией в порт, порт отгружал максимум 250 тысяч тонн. С нашим приходом первый год мы отгрузили 1,180 млн. В прошлый год мы закончили 7 миллионов 200 тысяч работу. В этом году уже на начало августа месяца у нас около 5 миллионов тонн отгруженного угля. Что касается берегового погрузоперегрузочного оборудования, то сегодня оно представлено самой мощной конвейерной сетью на Дальнем Востоке, изготовленной в России. Увеличение производительности позволило выйти на новые объемы отгрузки угля. Недавно порт установил рекорд – 85 тысяч тонн отгруженного угля в сутки. Машина выехала с углем из разреза, проезжает 27 километров, заходит на весовые порта, у нас новые весовые 4 единицы, чтобы без задержек, без очередей выгружались. На весовые взвешивается, заезжает на площадку разгрузки угля, на склад угольной продукции выгружается. После этого бульдозерами это подается под перегружатели. Перегружатели в новые конвейерные системы все это загружают. И это все цепочкой конвейерных систем идет на наш угольный причал и на сюда перегружатель. 25 августа в России будут отмечать День Шахтера. Особенно торжественно он проходит в угледобывающих районах. И Сахалин не исключение. 11 героев социалистического труда в угольной отрасли. Один из них еще у нас жив, слава богу, который проживает на материке. Праздник отмечается как в каждой семье, так и на торжественных мероприятиях, которые будут проходить в каждом районе. Поэтому мы поздравляем всех ветеранов угольной отрасли, всех людей, которые создали Сахалин своими руками. И мы гордимся ими, преклоняемся перед ними. Как утверждают специалисты, развитие угольной отрасли на Сахалине будет продолжаться. Реалии рынка таковы, что импортеры готовы закупать еще больше твердого топлива. Поэтому в ближайшее время островные компании намерены увеличить добычу почти в два раза, подняв планку до 20 миллионов тонн ежегодно. Вместе с ней будут появляться новые рабочие места, увеличиваться налоговая отдача для всего региона. На этом у меня все. Мы прощаемся с вами. До свидания. Смотрите нас через месяц на телеканалах ОТВ Сахалин и ОТВ Домашний. С вами был Евгений Коньков и программа «Квадратные метры». Субтитры подогнал «Симон»!